Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где вы служите? Я служу в 30-й крайне-механизованной бригаде, которая образуется в Министинном городе Волонск. То есть это в украинской армии, получается? Да, в украинской армии. Да. Вчера вы как-то вечером оказались у нас. Как у вас получилось, что вы встретились с нашими ребятами? Где это было, при каких обстоятельствах? Мы отбывали с колоннами к населенному пункту, я буду говорить о том, чтобы выставить блокпост. По дороге нас обстреляли, в бою попал в плен. Вы попали в плен? Да. Вы сами сдались или вас взяли? Нет. Получается так, что они начали отступать, и я остался в тулу уже у них. То есть наши уже побежали, можно так сказать. То есть ваши вас бросили? Наши, да, бросили. Меня бросили в машину. Машина должна их было прикрывать. Но они же так побежали, что я уже оказался в тулу, можно сказать, урагом. Или так вот. А в машине там вроде какая-то была, ну, в общем, какая-то фигня, из которой стреляют, да? Пушка или что? А она в рабочем состоянии была или нет? Пушка не была, пулемет был в рабочем состоянии. Пулемет в рабочем состоянии. Насколько я знаю, ситуация была немножечко не такая. То есть стрелять по людям начали не ребята с ополчения, а начали работать ваши снайпера. То есть я знаю, что в воздух выпустили наши, стрельнули, но об этом знало ваше руководство. Но начали сразу же работать снайпера. То есть ждали, тянули время для того, чтобы вам какая-то там, ну, в общем, более тяжелая техника подъехала. Ну, мы ехали, началась стрельба. Вот я же узнал, что вот эти ополчения, они стреляли в воздух. Мы в ответ не знающей обстановке открыли вам в воздух. То есть, ну, вот видите, по-другому чуть-чуть, видите, я вглубь удалась. Значит, получается, они не начинали обстрел вас, обстрел в воздух. То есть вас никто не стрелял. Вы начали открывать огонь уже по ним, не понимая о том, что они стреляют в воздух. Верно? Но стрельба была и закрущенная. Я поняла, то есть, как бы, вы открыли стрельбу на поражение, не зная, правда, о том, что они стреляли в воздух, да? Вы думали, что по вам стреляют. Я поняла. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 32. 32. Вы контрактник. Да. И давно, ну, на сколько контракт заключили? Ну, это мой второй контракт уже на 5 год заканчивается осенью. То есть практически сразу же после армии вы контрактником, да, стали? Или как? Нет, я подписал контракт в 2006 году. В 2006 году? Да. Вот вы же видите, да, что происходит сейчас в стране? Да. Вы приехали даже выставлять этот же блокпост. Да. Ну, вы понимали, чем это все может закончиться или нет? Нас на базе успокаивали, что не здесь все спокойно, что никто не ожидал, что будет такой ситуации. Противление. Нам сказали, что ездить, будет все нормально. Не знающие обстановки, наше начальство отправило нас сюда просто на бой. Вы думаете, они не знали обстановки? Или есть у вас другая версия о том, что вы реально пушечное мясо? Или пушечное мясо, или продали. Пушечное мясо, или продали. Пушечное мясо, или продали. Пушечное мясо, или продали. Пушечное мясо, или продали.